Горнорудная компания «Баст» подвела итоги трехлетней работы после выхода на IPO. Если вначале это было просто хорошее месторождение, сегодня это целый комплекс с обогатительной фабрикой, тяжелой техникой и перспективным будущим. Акции «Баст» уже торгуются на казахстанской и санкт-петербургской фондовых биржах. О планах и показателях месторождения «Южный Максут» расскажет Нургали Карабаев. Медно-никелевое месторождение «Южный Максут» расположено в восточно-казахстанской области. С высоты птичьего полета видны масштабы проекта. Хотя в начале пути в 2015 году здесь не было почти ничего. За короткий срок, три года, владелец компании «Баст» и инвестиционная компания «Фридом Финанс» добились больших результатов. Вышли на IPO, привлекли многомиллионные инвестиции, построили обогатительную фабрику и собственную линию электропередач, а также закупили тяжелую технику. Все это позволило увеличить добычу вдвое. В июне 2017 года мы завершили строительство обогатительной фабрики, расширение строительства, где произошло увеличение мощности до 400 тысяч тонн перерабатывая руды в год. Обогатительную фабрику компания «Баст» построила за рекордно низкую цену, всего за 10 миллионов долларов. Если посмотреть, проанализировать проекты такого размера в среднем по миру, то, наверное, будет средняя стоимость строительства такой фабрики порядка 20 миллионов. То есть мы в два раза дешевле это сделали. Это один из карьеров компании «Баст», где днем и ночь идет добыча руды. Отсюда сырье вывозят на огромных самосвалах и доставляют на переработку. Сейчас месторождение добывает 400 тысяч тонн руды в год, но в следующем году должны построить еще одну обогатительную фабрику. Тогда добыча вырастет еще на миллион тонн, что в совокупности составит 1 миллион 400 тысяч тонн. Это в разы повысит стоимость компании «Баст» и «Маржу». В принципе, проект станет уже весьма интересным, в том числе и для крупных компаний, которые этим занимаются. У нас есть оценка одних из независимых экспертов, которые говорят, что может там и 100-120 миллионов долларов стоить в зависимости от конъюнктуры. Представители казахстанской фондовой биржи отмечают, что «Фридомфинансы» и «Баст» задают новый тренд. Они показывают не только финансовую отчетность, но и сам проект в реальности, что повышает доверие. Впрочем, все это еще раз говорит о привлекательности проекта, где запасы составляют почти 45 миллионов тонн медно-никелевой руды. Нургали Карабаев, Думан Сулейменов, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.